Алексей, будь ласка. Да, здесь тренер-тренер. Коллеги упомянули в СУИ, так сказать, диджитализацию, не могу не отреагировать, так как уже 15 лет, по сути, так или иначе, занимаюсь в этой отрасли. Я бы хотел предостеречь коллег, в том числе молодую гвардию, от того, чтобы не разрушать мечты. Дело в том, что все эти десятилетия, те, кого мы называем старой гвардией, или консервативная часть политиков и госслушащих, кормили нас вот этими объяснениями. Это долго, это тяжело, нужно потом, недостаточное финансование, нет ни на часе, нет политической воли и так дальше. И поэтому мы уже 20 лет носим бумажки, у нас на дискетах до сих пор некоторые министерства в архивах хранят данные, а в райцентрах люди в лучшем случае в ворде вбивают информацию, а потом ее переводят в центре, в какие-то, никакие базы данных. Зеленский во многом победил благодаря поддержке креативного класса. И креативный класс поддержал Зеленского именно благодаря лозунгу государства в смартфоне. Можно с этого смеяться, не смеяться, это обещание придется выполнять. Но для того, чтобы его выполнить, необходимо получить команду людей, которые понимают, как это сделать на всех уровнях власти. От парламента, где нужно создать коалицию диджитализации, немного немало. Я перепрошу, а можно администрацию президента в гаджете початать? Кабминия, наконец-то, как это в лучших европейских практиках, сделать вице-премьера по диджитализации, плюс президент, чтобы все инициативы не разбивались, а вот это завтра, невозможно потом. Но для того, чтобы это сделать, нужно вдохновить людей, молодых, инноваторов, лидеров, IT-отрасли в том числе, для того, чтобы они захотели пойти в власть. Потому что то, что происходило в последние десятилетия, отбило всякую охоту у молодого активного поколения заниматься политикой. Люди пошли в бизнес, люди уехали из страны, а в политике остались одни демагоги, одни недоумки и одни профессионалы. Так вон и ж за Зеленскую праву усугал. Пока идея диджитализации государства в смартфоне не вернет доверия и не вдохновит новое поколение людей, которые действительно умеют это делать, и пока они не займут все ключевые должности во всех ветках власти, до тех пор мы будем носить бумажки в стране. Да, я с вами абсолютно согласен, но я говорил о другом, о другом, о том, что переход от аналоговой системы к цифровой должен быть осторожным. Нельзя все бросить и заниматься системой смартфона, понимаете? А здесь все стоит. Не надо ничего бросать. Смартфон это хорошо, а вот эта вот система... Я хотел бы добавить господину Власенко. Господину Власенко. А я перепрошу, можно вам зустричное питание? Вот, ось вы сказали... Это Ленину хлопают. Друзья, друзья, друзья. А можно короткие питания? Вот коллега сказал про каких-то всех поганых политиков, профессионалов, он что-то так сделал. Так. Вы мне это в очи можете повторить? Что я такой самый, как вы сказали? Секундочку. Ваша команда на выборах поддержала диджитализацию. Она выступала за блокчейн. Так, тогда у меня... Поэтому вы как раз... Вы сейчас должны быть адвокатом диджитализации в стране. Вы должны говорить о коалиции диджитализации в парламенте. Друзья, вы с вами все, но вы в стороне. Я хочу сказать... Сказал...